Добрый день, девочки! Ну шо, пацаны, сегодня я, как и обещал в прошлый раз, дорасскажу вам сюжет Medal of Honor и Light of Soul и вообще поделюсь с вами мыслями по поводу игры. А для тех, кто не видел первую часть, я оставлю ссылку в описании. Погнали! Ну и в четвертом по счету задание, которое начинает с инструктажа Как вы это любите! И если кратко, то от Паула хотят, чтобы тот шел в тыл врага, спас летчика, посовершал диверсии и украл разнообразные документы, в том числе на танк Королевский Тигр. В общем, респаунимся мы где-то в лесах, и можно сказать, первое, что мы видим, это тот самый летчик, а зовут его Джо Бейлор. Но звать я его буду Неуловимый Джо. А почему Неуловимый? А потому что он нахер никому не нужен. Джо не только абсолютно бесполезен, он еще и рунит игру, стреляя в вас, стреляя через текстуры и вообще может откинуться. И да, это первый персонаж в игре, который локализован без акцента. Прямо на вашем пути убежище Макиуса, по этой дороге! В общем, этого интеллигента в штанишках Хаки надо довести до убежища, которое находится в самом неприметном здании на карте, а именно в храме. Так что если немного отодвинуть плиту, которая почему-то не отодвигалась с первого раза, видимо тут нужен был он. Да, я попробую. А, шо, лань, сай, заканчивай. Ну а, в общем-то, за плитой мы увидим убежище, где нас с этим недопилотом ждет Милфа, которая говорит, мол, ну ты че, дурачье, шо вообще, как это, ну, на секретных заданиях вообще-то принято с собой таскать оружие, которое не слышно. И дает нам тот самый ваншот пистолет. Ну и при следующем появлении Паула на землю грешную, нам дают возможность залезть мимо проходящий грузовик, чтобы объехать одного человека на посту охраны. Но буквально через 20 метров мы доезжаем до точки, так сказать, G и останавливаемся. И как оказалось, на этом же месте стоят танки, которые надо подорвать. Поэтому такой финт с ушами в виде стелса на полторы минуты я не особо понял. Все равно ведь придется спалиться. После чего надо немного пошалить ЖД путями, попрактиковаться с киданием гранат в дырку, пострелять, пострелять, еще пострелять и еще, и еще, после заложить снарядик и потянуть за рычаг. Ну и как Рэмбо уехать в закат на грузовике к следующей части задания. Ну и в следующей части задания нам опять показывают, что, мол, можно пройти все по стелсу. Но насколько же коряво он работает, еще и на открытых пространствах, объяснять, я думаю, это и не стоит. В общем, немного поскитавшись по карте и убив всех лежачих крыс, я не знаю, кто додумался их всех положить, потому что их хрен увидишь. А если рядом есть что-то похожее на кусты, то вообще пиши пропало. Так, о чем это я? А, точно. На карте находим три дома и тот самый танк. Зайти, как вы догадались, надо будет во все три. И так как именно в этом задании нам открывают еще один слот под оружие, то грех был бы его не использовать на данном моменте. В общем-то, в первом доме отправляем здесь информацию по радио. Что, блядь? Да, пошел нахуй. И забираем документы на танк. Во втором же доме можно добыть планы по сражениям немецкого командования. А в третьем взрывчатку и какой-то солдатский манифест. И поверьте, именно в этом задании с тремя домами вы будете чувствовать себя каким-то Рэмбо. Потому что врагов тут больше, чем во всех предыдущих миссиях вместе взятых. Ну и по окончанию миссии взрываем танк той самой взрывчаткой и рвем когти на том же грузовике, что и в начале задания. И если вкратце рассказывать, то цель пятой миссии — раздобыть немецкий танк. Но ядрить его в корень, вы только представьте абсолютно серую карту с дождем, где прячутся в темном камуфляже снайперы по всей этой же карте. Это же ад полнейший. И это именно то, что нас ждет до третьего акта миссии с самим украденным танком. И помните, как в первой части ролика я жаловался на третье задание, мол, это проверка на выносливость, надо побегать, и вот эти вот засады в шкафах пугают. Но то, что я прочувствовал, сука, в пятой миссии, это уже ни с чем не сравнится. Тут может стоять по три человека за углом. Или снайпер будет выставлен очень нелогично на крыше, да так, чтобы только макушка его торчала. Или вот я уверен на все 146%, что разрабы были издевательской агдотой, потому что нормальные люди не поставят снайпера на крышу, которому единственную точку обстрела закрывают ветви дерева, через которые он видит, а я, блять, нет. Да и не стоит забывать про самолет, который просто начинает скидывать бомбы на вас. Честно, я потратил где-то час на это все, и за этот час игра убила во мне все нервные клетки. В общем, первую часть миссии я, пожалуй, опущу, потому что это реально мерзость, пацаны. Кроме перестрелок и вычислений снайперов, там ничего и нет. Поэтому перейдем сразу ко второй части, и вначале к нам подбегает Джонни Синс, и дает нам медицину. После выкатывается танк, который нужно уничтожить, а то, что у меня с собой есть базука, я и не сразу сообразил. И, в общем-то, фишка всего этого задания, чтобы добежать со всей командой до танка без потерь. И если кто-то из этих двух рипнется, то придется переигрывать с последнего сейва. В общем, в какой-то момент Лупа и Пупа стали гибнуть каждые 30 секунд, а помимо этого они еще были бесполезными. Ну как, если Джонни был еще хоть как-то полезен, то второй имбицил просто кидал в себя или через текстуры гранаты, стрелял хер знает куда и умирал раз за разом. Пока мне просто не повезло разок-другой, и я чисто случайно не прошел этот уровень. После же захвата танка становимся Шамайичем и едем душем через сельскую местность. По пути нагибая вообще всех, стал бы танки-пушки-здания. Да и оказалось так, что почему-то глупые инженеры не предусмотрели в танке пулемет, поэтому пришлось стрелять бедным солдатам из пушки прямо в голову. Ну и как только оказываемся в Бресте, вылазим из танка и врываемся в здание. И пытаемся сделать так, чтобы последний мост не подорвали эти гады. Ну а после того, как наш танк заезжает на мост, его начинают гасить другие танки. Тут приходится рвать жопу, помечая цели для самолетов левой рукой, а правой отстреливаться от атакующей вас пехоты. Да и мало того, чтобы пометить все танки, надо еще и пробежать в другой дом. По пути еще и выслушать, как им там сложно сидеть в этом танке. Нам довольно трудно, сэр! Но охереть теперь. И закончив эту миссию, я полностью могу сказать, что это потная душилова на полтора часа. Не сможет пройти психически неурануришный человек. А если человек и здоров, то сделает его именно долбанутым на всю голову. Поэтому те, кто будет переигрывать аккуратней, вы уже не будете прежними. Ну и перед переходом к ластецкому заданию, хочется сказать, что именно это задание самое долгое. Не третье, не четвертое, не пятое, а именно это. Сейчас я вам все расскажу, и вы все поймете. Паула скидывают с парашютом в лес, откуда нам предстоит добраться до места, где разработали STG-44. Но как же это муторно? Эта часть миссии очень похожа на горстный перов из предыдущих. Нихера не видно, везде туман, ветки лезут в глаза, закрывая обзор. А по тебе еще и стреляют отовсюду. В общем, потратив где-то минут 20, добираемся мы до этого бункера, пробираемся внутрь, крадем форму и затем документы. Но, чтобы попасть непосредственно на склад с оружием, потребуются другие документы, которые можно украсть у офицера. Который, сука, под наркотиками. Какими наркотиками? Во-первых, он сразу нас палит и становится в проходе. Во-вторых, если обойти его через другую комнату, то он жопа это почувствует и начнет бежать. А если вы вздумаете убрать его на скорость, то он все равно убежит быстрее, подняв кипиш. Но все-таки можно пройти через вторую комнату, встав в самый угол и оттуда выстрелив. Тогда он не сможет убежать. После берем его документы и пробираемся на склад, без каких-либо проблем. Там мы забираем чертежи и сам STG-44. А также подрываем остальные экземпляры. И тут начинается полнейший трэш. Потому что появляется бесконечный респаун противников. Который бежит на вас волной по три человека. А чтобы пройти это все, надо двигаться навстречу потоку. Это же кто, блядь, такое придумал? В общем, спустя минут 10 мучений мы падаем на улицу. Где нас ждет респаун противников из жопы. И вышки с пулеметами. И вот, если пройти это все, то мы падаем на следующую часть уровня. Прекрасный городок. Да, это, конечно, не Самара. И не Улюпинск. И не Ферн. Тоже ничего, но все-таки не Ферн. Ну, действительно, город выглядит очень хорошо. И я бы не отказался там погулять в реальной жизни. Ну, о чем это я? В общем, суть такова, что в этом городе, перед наступлением на Шмерцен, надо уничтожить радиостанцию, которая нехило так укреплена вышками. Келотонами солдат за каждым углом. И офицерами, которые могут поднять тревогу. Поэтому иногда приходится дрочить вот эти вот выключатели. В общем, после подрыва радиостанции валим навстречу бесконечному респауну врагов. Где находим окно, через которое попадаем прямиком в Екатеринговский парк, рядом с моей бывшей шарагой. Далее ищем выход к ЖД-путям, где в 45-м году ходят скоростные поезда. И тут меня ждало конкретное такое душило, опять же таки с вышками и пулеметами. В общем, тема такая, что есть двор, поделенный между собой на участке, закрытый забором. На каждой из них есть несколько вышек, которые находятся друг от друга на таком расстоянии, что дальность прорисовки их просто не показывает. Но зато если вырубить хоть одного из них, то все прожектора и пулеметы будут наведены на тебя. И тут пиши пропало. В общем, после прохождения этого двора говна, врубаем щиток, идем обратно в открышуюся дверь. И там, значит, отправляем радиосообщение следующего характера. С деньгами как вопрос обстоит? Какими деньгами? Которые я вложил. Куда ты вложил? В капитал. В какой? Прожиточного минимума. Пидора съебаны. Что? Ну и после. Нас уже переносит момент наступления из вагонов, где мы едем Аки Крысы взрывать завод по производству смертельного газа. Нихуя за, блядь! В общем-то, проникаем с пацанами в бункер, перестреливаем всех, освобождаем заключенных, на что один из них говорит Сэр, дверь готова к открытию методом подрыва! И вообще, я считаю, что это отличный метод, предлагаю всем так открывать двери. После чего бегаем как ужаленные в одно место и ищем цистерны, чтобы заминировать их и крутим какой-то вентиль. Опускаемся на лифте на уровень ниже, где находим самые лучшие позиции для пушек и пулеметов в истории. После опять зачищаем бункер и забираем противогаз, и едем на лифте еще ниже. Там, значит, все то же самое, только закладываем под большие цистерны взрывчатку и валим. И тут начинается экшон. Вы бежите, тут выбегают противники, вы в них стреляете, одновременно все вокруг взрывается, падает. В общем, геймплей на кончиках пальцев. Начинается такой себе Uncharted от Miracle of Duty. Если вы понимаете, о чем я. В общем, вы бегаете, садитесь в поезд и все. Игра пройдена. Ну и теперь хочется добавить пару слов об игре в целом. В общем, если же брать первую половину игры, то игра кажется ламповой и не напрягающей. Вы это можете понять как раз по первой части обзора. Но как только начинается вторая половина игры, то становится слишком много перестрелок. Слишком много тех же лежачих противников из той же четвертой миссии. Дальше вообще сплошное душилово со снайперским городом, в котором никого не видно. Тиммейты, которые абсолютно бесполезны, а если они откинутся, то придется переиграть это все. Бесконечные респауны, вышки и прочее дерьмо. В общем-то, та же первая половина игры казалась, как я уже говорил, чем-то более реалистичным. Вроде как тиммейты и форма нужна не просто так. Все работает так, будто бы ты не Рэмбо. А вторая половина говорит нам об обратном. Начиная с этого момента с дробовиком и заканчивая, как бы это ни звучало, концом игры. То есть вы чувствуете себя не просто Рэмбо, а каким-то супер Рэмбо. И из-за этого весь кайф первой половины игры ломается. В общем-то, я бы поставил первой половины игры 8 баллов из 10, а второй 6 с большой такой натяжкой. Из-за нескончаемой душиловки. И средняя по палате вышла бы баллов 7. И это, наверное, честная оценка для этой игры. В общем, разработчики все равно хотят сказать спасибо за внедрение стелса с переодеванием Аки Хитма в 2002 году в шутере. Кривой, косой, но все же он есть. И спасибо, что хотели показать что-то вроде реальных спецопераций в первой половине. В общем, ребят, если хотите вспомнить молодость, то советую вам пройти игру и пройти на низкой сложности. Ведь и на этой сложности у вас, как у меня, подгорит. Ну, а если вы реально мазохист со стажем, то, пожалуйста, врубайте сложность повыше. И да, для людей помладше, которые не застали эту игру, лучше просто остановиться на просмотре этого обзора. А на сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь и жмите на колокольчик. С вами был канал The Ending End. Пока!